Добро пожаловать в новый видео урок. С вами Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Не забывайте подписаться на наш YouTube канал, чтобы не пропустить полезные видео. Сейчас мы с вами будем говорить про то, как добавить транзиент или атаку в звуки. Чаще всего хочется добавить это в басе, нередко в лидах и также в ударных. Кроме того, добавление атаки или транзиента, что по сути является синонимами, важно не только для электронной музыки, но и для рок-музыки, для любых более агрессивных жанров, где хочется сделать помощнее. Давайте непосредственно перейдем к практике и для начала разберем все-таки, что такое транзиент и что такое атака, потому что может быть кто-то вообще не знает, что это такое. Итак, смотрите, мы используем такой плагин, который называется SM-соскоп или смехоскоп в простонародье. Он показывает нам форму волны, волноформу звука. По сути, вот все, что мы вот здесь вот видим, вот когда вы загружаете аудиофайл, вы видите его волноформу. Она может в каждом секвенсоре чуть-чуть по-разному выглядеть, но фундаментально она все равно показывает некую волну. И SM-соскоп делает то же самое, только в режиме реального времени. И это будет нам очень-очень полезно для понимания вообще того, как работают транзиенты и как их добавлять. Вот у нас такой бас. И как вы можете заметить, что бас ровный. То есть у него, смотрите, это громкость. Да, вот давайте на всякий случай, кто совсем не понимает, что это такое. Сверху вниз по вертикали это у нас громкость. Слева направо это у нас время. И если мы вот так вот этот тайм поменяем, ну это получается у нас масштаб будет другой. Мы видим реальную волну в таком приближении. Так вот, мы хотим, чтобы бас был более острый, более мощный. Как мы это можем сделать? Способов несколько. Но я расскажу про те, которые я предпочитаю и которые считаю самыми эффективными. Способ номер один. Это зайти в сам синтезатор, раз мы говорим про электронную музыку. И внутри самого синтезатора накрутить все так, чтобы оно звучало четко, классно, хорошо. Как это делается? Ну, тема как бы саунд дизайна это вообще отдельная большая тема. Но давайте предположим, что вы это уже частично знаете. Если не знаете, то у нас есть курс отдельный чисто по работе внутри Alchem и вообще по саунд дизайну. Значит, у нас здесь стандартный один осциллятор с басом и закрытый фильтром. То есть совершенно простой примитивный звук. И дальше мы берем и настраиваем кривую. Но мы берем не первую огибающую, которая у нас является огибающей громкости, а вторую, которую мы можем, например, вот здесь назначить на фильтр. То есть у нас есть фильтр котов. Вот он фильтр. Мы берем второй ADSR, который у нас будет воздействовать на этот фильтр. И делаем вот такую вот кривую, то есть чтобы у нас вот этот вот фильтр, он резко так закрывался при нажатии каждой ноты. И затем мы вот здесь вот добавляем, ну, собственно, amount. Здесь у нас мы видим желтенькую такую штуку, которая показывает, что здесь у нас сейчас будет отрабатывать этот самый, значит, непосредственно ADSR. И у нас чуть-чуть появился транзиент. Он не суперявный, визуально мы его так сильно не видим, но главное, как мы это слышим. Давайте без, вот в дефолтных настройках. При этом, если я сделаю так, ну, то есть у меня будет огибающая не короткая, чтобы подчеркнуть транзиент, а она будет ровная, то, по сути, звук будет просто немного открыт, более открыт по фильтру. А мне нужно создать именно транзиент, создать вот этот вот такой тычок. Здесь надо четко настроить все эти ручки, чтобы, ну, был именно грув и кач. Давайте послушаем в контексте. Здесь еще накиданы простенькие ударные. Да, собственно, мне уже нравится. 55%, давайте запомним, без него. Даже если мы откроем сильнее фильтром. Но это не прикольно. То ли дело, когда мы добавляем транзиент вот именно таким способом, как я показал. Но это же кайф. Замечательно. Это классический прием, который используется на басах, на плаках, на лидах. То есть везде, где нужно подчеркнуть транзиент, если мы говорим про какие-то синтезированные звуки. И можно пойти дальше. Мы можем пойти в эффекты. Здесь выбрать дисторшн. Ну, например, обычный дисторшн взять. Значит, и здесь начать увеличивать различные ручки. Ну, скорее всего... Давайте послушаем в соло. То есть сначала поймем, какую ручку мы будем также модулировать. Я думаю, что я возьму ручку Tube. И теперь, смотрите, когда я кручу ручку Tube, вот здесь вот Target, то есть цель. Это у нас будет та самая ручка, которую я потрогал. Сейчас здесь я выбираю, так скажем, источник Source. Это ADSR2. Точно тот же самый, что у нас воздействовал на непосредственно фильтр. И точно так же здесь увеличивают Depth, то есть влияние, глубину. Видите, у нас здесь желтая такая штука. Ну, такая не желтая, наверное, оранжевая. Тут у меня с цветами может быть путаница. Значит, добавляется. И это говорит о том, что вот эта ручка Tube, она точно так же, как и фильтр, вот так резко закрывается. Согласитесь, да, стало поинтереснее. Мы можем также поэкспериментировать и здесь выбрать, например, ну, не эту ручку Tube, да. Давайте попробуем вот этот регулятор точно так же протестировать просто ради интереса. Слушайте, а мне нравится это больше, вот честно говоря. Звук становится, на мой слух, более прикольным. Вместе. А теперь давайте посмотрим, как у нас поменялось огибающее. То есть она визуально не так уж сильно изменилась, но главное, как на слух. Я сделаю чуть меньше этот параметр, потому что на мой слух как бы сильно резко и сильно мощно звучит, но тем не менее. Да, так оптимально. И можно сделать тише, потому что звук стал сильно громким. Я думаю, его можно сделать немного ниже по громкости. Что еще мы можем сделать? Мы можем воспользоваться компрессией. Тема компрессии тоже, она очень обширная, она очень большая, она прям отдельная. Но, тем не менее, мы можем постараться с помощью компрессора подчеркнуть транзиент. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком. А самое главное, получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Опять же, сейчас вы можете просто повторять, если вы не понимаете, что я делаю. Для того, чтобы подчеркнуть транзиент, мне нужно поставить атаку больше нуля. И чем у меня больше будет этот параметр атаки, тем более широкий будет транзиент. Релиз я сделаю небольшим, потому что звук достаточно быстро меняется. Автогейн я выключаю, это мои предпочтения. Ну и сделаем рейш 5 к 1. Как правило, 4 к 1 стандарт, но сделаем 5 к 1 существенно это не повлияет. И теперь начинаем сильно сжимать звук. Важный момент, у меня SM-соскоп стоял сейчас до компрессора, поэтому понятно, что он ничего не показывал. Надо его поставить после компрессора. Я думаю, слышно, что звук стал таким чуть более острым. То есть по итогу мы получили более острый звук, но мы немного потеряли хвост. То есть tail, что называется. Такое некое, даже я бы сказал, тело. Ну или там body по-английски. То есть суть в том, что когда у нас компрессор выключен, мы больше слышим вот эту часть. А когда у нас компрессор включен, у нас подчеркивается транзиент. И эта часть, видите, она более тихая. Она тише, чем у транзиент. Поэтому компрессор это такая штука, которая как бы в меру может быть полезен. То есть он позволяет сделать звук более острым. Но если вы сделаете его супер острым, то вы потеряете тело. Но у вас будет очень яркий транзиент. Поэтому сейчас мы переходим к следующей технике, которая мне очень нравится при именно работе с транзиентами. Это лейринг. Суть лейринга заключается вот в чем. Это наслоение звуков друг на друга. То есть вы берете, например, два или три баса, лейрите их. И в итоге один, допустим, бас, он очень с ярко выраженным транзиентом, а другой дает как бы тело. И в итоге они друг друга дополняют, такие как инь и янь. И в итоге мы получаем бас, у которого есть и вот это тело, вот этот хвост такой, жир, и мощный транзиент. Я сейчас покажу это не на примере, например, баса, а на примере хай-хета. Потому что лейрить мы можем что угодно, вообще все что угодно. И несмотря на то, что у нас хай-хет как бы имеет некий транзиент, давайте тоже возьмем SM-соскоп, то, тем не менее, я бы хотел еще подчеркнуть этот самый транзиент, эту самую атаку. То есть мы можем сделать еще более ярко выраженную эту самую атаку. Для этого мы добавляем еще одну дорожку и находим такой, знаете, то есть у меня сейчас больше open хай-хет, открытый хай-хет, а я хочу взять какой-то прям close хай-хет, который очень тонкий, очень короткий. Давайте для примера вот такой вот возьмем, перетаскиваем его сюда. Давайте сделаем группу, чтобы мы могли видеть изменения, которые происходят. И повесим SM-соскоп непосредственно вот на эту самую группу. Вот сюда вот. И здесь мы его будем смотреть. Давайте теперь вот так вот сделаем, не так, конечно, а вот так будем чередовать, чтобы было более наглядно видно, где у нас, значит, с лейрингом, а где без лейринга. Ну, я думаю, здесь супер заметно, супер понятно. Вот здесь у нас более такой острый, да, как бы звук, нежели он был у нас без этого самого дополнительного хай-хета. Его мы можем сделать немного тише, например, если мы не хотим, чтобы транзиент вообще до небес просто подскакивал. Но мы все равно слышим разницу. Тут у нас компрессор что-то затроил. Давайте его выключим. Нет, затроил. В принципе, лоджик. Такое бывает, это нормально. Я думаю, разница слышна. Она не такая супер заметная, то есть с этим хай-хетом. Но здесь ключевой момент в том, что мы добавляем вроде там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И в совокупности это дает существенный эффект. И теперь последний, ребят, очень-очень важный нюанс. Почему я сделал даже этот хай-хет тише? Потому что если вы сделаете невероятно громкий транзиент, вы сделаете вот этот вот хай-хет вот просто вот таким вот, то возможно, возможно, вам будет казаться, что звучит офигенно круто. Звучит классно, звучит вообще божественно, все прям лупит, шарашит, бьет и все прекрасно. Но когда вы дойдете до этапа мастеринга, вполне вероятно и даже более чем вероятно, что вы столкнетесь с тем, что вы не можете сделать трек громким. Потому что эти транзиенты, они начинают сильно пережиматься и они начинают просто, из-за чего ваш трек начинает просто хрипеть, пердеть и звучать отвратительно. И все эти транзиенты, которые вы пытались сделать, они идут на смарку. Поэтому транзиенты должны быть, так скажем, в меру. Не нужно их до небес там делать громкими, они должны быть в меру. Поэтому обязательно имейте в виду, что транзиенты важны, но, как и все, должно быть дозировано. Ну что ж, давайте подытожим. Мы можем добавлять транзиент с помощью саунд дизайна, что я вам крайне рекомендую. С помощью лейринга, что я тоже вам крайне рекомендую. И, наконец, с помощью компрессора. Причем я рекомендую именно в такой последовательности компрессию оставлять уже на потом, хотя это дело вкуса. Ну что ж, на этом все. Вот так вот мы сделали более острое звучание, поработали с атакой с транзиентами. Не переусердствуйте с ними и у вас будут мощные качевые треки. На этом все. С вами был Александр Владимиров, Logic Pro Help. До новых встреч.